Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Вера Далматова. В этом выпуске я познакомлю вас с книгой «Парижский флёр» Элоизы Джеймс. Настоящее имя автора Мэри Блай, профессор литературы, автор исторических романов эпохи регенства. По окончании Гарвардского университета она получила степень магистра в Оксфордском университете и степень доктора в Ельском университете, и в конце концов стала профессором-шекспироведом, издав академическую книгу. Вдохновение для её романов частично исходит из её академической карьеры, поскольку пьесы и факты, обнаруженные ей в ходе её научно-исследовательской деятельности, часто рождали идеи вымышленных сюжетов. В течение нескольких лет автор скрывала свою писательскую карьеру. Она часто маскировалась, надевая контактные линзы вместо своих очков, посещая мероприятия. Лишь после выхода её первого бестселлера автор осознала, что читателям нравится её произведение независимо от жанра. А то, что она сохраняла свою личность в секрете, лишь выдает её неуверенность себе. Парижская осень. Мы провели лето в Италии, затем взяли на прокат машину и отправились в Париж. Я рисовала себе эту поездку как пресловутый звездный час, прелюдию к целому году творческой свободы. Но на самом деле дети восприняли её как шанс наверстать упущенное по части телевидение, которое теперь было доступно круглосуточно благодаря интернету. «Взгляните, дети!» – кричала я с переднего сидения. «Справа от вас великолепный замок!» Единственным ответом был дикий хохот, вызванный остротами в адрес Рональда Рейгана из телевизионного шоу. А ведь их ещё не было на свете, когда он был президентом. Прошлую ночь мы провели у друзей, которым принадлежит сад Киви в Чильяно, в Северной Италии. Это окутанный туманом лес с рядами женских деревьев, оттяжелевших от плодов, которые чередуются с бесплодными мужскими. В фермерском доме над кроватями имеются крюки, на которых подвешивают колбасы и сушат травы. Лука отпускал шуточки по поводу мясных крюков и умолял, чтобы ему разрешили ночевать в машине. Нам с трудом удалось скрыть от наших друзей, что он считает, будто их любимый дом на самом деле склеп. Когда мы снова оказались в машине, нам осталось преодолеть заключительную часть пути в Париж. Анна часами проигрывала неприличные звуки на своём айподе, стараясь не обращать внимания на то, что моя десятилетняя дочь ведёт себя так, будто ей вдвое меньше лет, и отвернулась к окну. Вдоль французского шоссе тянулись короткие вертикальные трубы, из которых высовывались ростки папоротников. Их оборочки напоминали мне кукол из моего детства. Казалось, эти куклы прячутся в трубах, поджидая шанса проехать с автостопом, если подвернётся подходящая семья. Наша консьержка, как выяснилось, не француженка, а португалка. У неё круглое лицо и радужная улыбка. Александр спустился с ней и исчез на целый час. Оказалось, они всё время обсуждали цены на овощи. Он сообщил мне, что владельцы магазинов на улице Каде в двух кварталах от нас все до одного воры. Вооружённые этими сведениями и послужно, следуя инструкциям, мы отправились на крытый рынок Марше Сен-Кентен, где дешёвые овощи и честные торговцы. Там потрясающее разнообразие фруктов, включая четыре сорта винограда – мелкий пурпурный, крупный фиолетовый, на редкость сладкий зелёный, а ещё крошечные зелёные виноградины с горькими косточками. Мы только что провели три часа в банке, открывая счёт. Мне казалось, что наш очаровательный и говорливый банковский служащий никогда не умокнет. Чем больше он болтал, тем больше я чувствовал себя американкой. Он даже дал мне телефонный номер на случай, если понадобится совет относительно диеты. Должно быть, не все француженки тоненькие, если им приходится консультироваться на предмет диеты со своим банком. Напротив нашего дома через дорогу стоит маленький отель, а справа другой. Если пройти улицу до середины, увидишь огромную готическую церковь, которая называется Сен-Эжен Сен-Сесиль. Кажется, святая Цицилия – покровительница музыки, консерватория совсем рядом. Попав в эту церковь, ты словно находишься внутри эмалевой шкатулки для драгоценностей, над которой какой-то сумасшедший ремесленник трудился не один год. Все поверхности – колонны, стены, потолок – покрыты орнаментом, причём узоры разные. Мы глазели с открытым ртом, пока на нас не шикнули, так как шло богослужение. Мне было неловко, что я не понимаю ни слова. Я считала, что тому виной мой скверный французский. Однако оказалось, что вся месса проходила на латыни. Мы собираемся сменить эту церковь на американскую, католическую. Лихорадочно готовясь к поступлению в девятый класс местной школы, Лука только что выпрямил свои красивые итальянские локоны. Теперь он похож на 15-летнего французского подростка, но только с итальянским носом. Сегодня мы участвовали в необычном мероприятии. Тысячи парижских хиппи проносились на роликах по средневековому мосту над сеной, сиявшей под лучами солнца. Участвовали до тех пор, пока я не отлетела, столкнувшись с каким-то незнакомцем и не шлёпнулась на попу. Организатор состязания сказал мне с милой улыбкой, что это слишком трудно. Как говорится, так уж вышло. Мы сели на стуле уличного кафе и, попивая оранжину, наблюдали, как мимо течёт Париж. Затем мы поехали домой, то и дело нажимая на тормоза. Сегодня утром я увидела в метро шикарную француженку в берете. Как же такое возможно? Если бы берет надела я, то стала бы похожа на одного из бурундуков в Элвине и бурундуках, исполняющего музыкальный номер «Испоющих под дождём». Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Книга представляет собой сборник эссе и заметок о жизни в Париже. Американки, профессора литературы, жены итальянца и матери двух энергичных подростков. После успешной борьбы с раком она мотивирует свою семью пожить пару лет во Франции, о чём и пишет. Почерки о парижанах, вкусах, еде и одежде, ироничные камешки в огород итальянских родственников, восторги и печали среди парижских улиц. Читать очень приятно и, возможно, даже захочется перечитать. Париж. Романтичное и сладкое на вкус слово. Атмосфера книги превзошла мои ожидания. Я ожидала какой-то пустой любовный роман, но получила захватывающий путеводитель по Парижу. На страницах можно встретить и обитателей славного города, и памятники, и рестораны, и тихие улочки, и магазины. Автор мемуаров сделала всё, чтобы мы увидели Париж её глазами. Той иностранке, которая не говорит по-французски, но может слышать, мечтать, запоминать. И полюбили его. Она не приукрашивает, пишет так, как есть, то есть так, как чувствовала, и только поэтому можно отнестись с симпатией к происходящему. Здесь я встретила смех, волнение, печаль, слезы, радость, молчание, всего и не перечислить, и любовь. Книга буквально пропитана любовью. После прочтения я пребываю в восторге, так что те, кто хочет отправиться в путешествие по Парижу или полюбить его, то не пропустите эти чудесные мемуары. Хочется сохранить аромат парижского флёра Элоизы Джеймс в бутылочке-флаконе, как духи, а потом в серые дождливые дни доставать и нюхать, и оживлять, пробуждать для себя весну. Весну с её хрупкостью, непередаваемой манящей тайной, полной любви, света и простора. Анна ненавидит Париж. Ей ненавистен переезд, ненавистна разлука с друзьями, ненавистна её новая школа, словом ненавистно всё. Я единственная мать во Франции, которая тащит по улице ребёнка, уткнувшегося носом в книгу, лишь бы не видеть ничего парижского. В нашем доме широкая лестница с удобными ступенями и окна с цветными стёклами, выходящие во двор. А ещё крошечный лифт, который тащится очень медленно. Мы с мужем можем в него втиснуться, только стоя вплотную друг к другу и втянув животы. Иногда в лифт влезают и сумки с продуктами. Детям приходится подниматься по лестнице пешком. Когда я выхожу из лифта, то обычно вижу Анну, лежащую на последних ступеньках. Она делает вид, что задыхается. Одна рука протянута к запертой двери. Моя дочь разыгрывает сцену. Умирающий в пустыне видит мираж. Мясник с нашей улицы решил за мной приударить. Из-за этого у меня такое чувство, будто я попала в Финь. Он сделал мне скидку в одно евро на сосиски. Александра придерживается неромантического мнения, что мясник просто превосходный коммерсант. И это верно. Теперь я его клиентка до конца своих дней. Александр родился и вырос во Флоренции. И природа наделила его страстью к изучению языков. Английский и латынь в школе, французский, немецкий, русский и древнегреческий после. Когда мы познакомились, у него был очаровательный акцент, который исчез после того, как его, как он это называет, завлекли в семейную жизнь. Теперь он профессор итальянской литературы в Рудгерском университете и даже возведен в рыцарские достоинства итальянским правительствам за какой-то туманный интеллектуальный вклад в республику. Во всяком случае, Александр решил не упускать возможности довести свой французский до такого же совершенства, как английский. С этой целью он вывесил в интернете объявление, в котором предлагал побеседовать частно-итальянском в обмен на частно-французском. Его засыпали ответами. Большинство откликнувшихся, судя по всему, расценило его предложение как возможность свидания вслепую. Мне лично больше всего понравилось послание от Даниэлы, но некоторые называют меня Дашей, так что выбирайте, которая написала, что у нее есть лишний билет на щелкунчика и что они прекрасно проведут время, беседуя по-французски, особенно после того, как выпьют много шампанского. Сегодня утром тайский ресторан в конце нашей улицы взорвался, в результате чего появились клубы белого дыма и ужасный запах сжженной резины. Консьержка поднялась на четвертый этаж, чтобы сообщить нам, что считает, будто владельцы ресторана занимались чем-то нечестивым у себя в подвале. Оказалось, что женщина, которая работает в итальянском продуктовом магазине на нашей улице, из родного города Александра. Как только был установлен этот интересный факт, она взяла на себя за труд о его покупках. Оставила в сторону оливковое масло низкого качества, посоветовала взять моцареллу буффало, более свежую, чем сыр, который он выбрал, и отрезала ему пармской медчины вместо Сан-Даниэля. Мне пришло в голову, что таким образом хитрая флорентийка под предлогом родства выудила несколько лишних евро из кошелька Александра. Однако ее нежная мягкая моцарелла того стоила. Сейчас ночь, целый день шел дождь, окна открыты, и из консерватории доносятся мелодии дивной оперы. В книге «Парижский флор» автор открывает предчитателям Париж. Может быть, этот город представляет собой переливы аккордеона и прогулки по набережной Сины? Или сверкающие витрины модных универмагов и силуэт Эльфилевой башни? А может, Париж – это маленькие рынки и готические соборы? Для Элоизы Джеймс это все и сразу. Променяв нью-йоркскую суету на парижскую, вместе с семьей она провела в этом городе целый год. Ее впечатления и воспоминания сложились в калейдоскоп, за пестротой которого трудно не угадать неуловимый и многогранный образ самого Парижа. Найти эту книгу можно в центре чтения нашей библиотеки. А вы читали произведения Элоизы Джеймс? Делитесь в комментариях. Элоизы Джеймс? Делитесь в комментариях.